Соседские войны. В Калининграде средь бела дня на лестнице произошла драка. Многодетная мама укладывала малыша спать, а в это время, по ее словам, сосед снизу уже не в первый раз очень громко включил музыку. Не выдержав грохота, отец семейства отправился поговорить с меломаном, но на просьбу сделать потише получил удар в лицо. Кто прав, а кто виноват в кровавых разборках на лестничной клетке, узнаете из первого материала выпуска. Партнер темы дня – СМП Банк. Один банк до мечты, 20 лет вместе с вами. На полу лежит мой муж, лицом вниз, сверху сидит этот бугай на нем и бьет его, а муж весь в крови. Именно такая картина предстала перед многодетной мамой, после того, как ее муж отправился к соседу с просьбой сделать музыку потише. У Ольги и Алексея шестеро детей, самому младшему чуть больше года. По словам женщины, в тот день в обед она укладывала ребенка спать, а в это время сосед снизу включил громко музыку. Тогда в дело вступил глава семейства. Выбегает из квартиры и без предупреждения просто бьет по голове. Как я заметил, он приготовился до этого, он был в перчатках черных, когда он меня бил. Он у меня еще угрожал, что возьмет либо ствол, не помню уже ствол, и застрелит. Я тебе застрелю, говорит. В таком состоянии Ольга мужа видела впервые, хоть это далеко не первый конфликт. Многодетные родители живут в этом доме пять лет, а вот год назад была похожая история. Но в тот раз, по словам Ольги, муж смог защититься. Мы вас хотели попросить потише сделать, он стал на меня орать матом. Хочу и слушаю. Просто за секунду скочил в открытую дверь, выскочил, тыкает мне в лицо постановлением распечатанным. Вот он, вот, вот, смотри. Я могу слушать, как хочу. Никто почему-то им не делает замечаний. Ну, наверняка не слышит, не может быть такого. Музыка реально орет, вот трясется прям вся мебель. По словам женщины, такой негатив со стороны соседей может быть вызван игрой на пианино. Их дочки учатся в музыкальной школе и два раза в неделю занимаются дома. Как только девочки начинают играть на инструменте, соседи включают музыку все громче и громче. Но в этот раз такой реакции на простую просьбу родители не ожидали. На шум я вышел и увидел потасовку, скажем так, двух мужчин. Вот. Ну, что я сделал? Я угомонил, успокоил, разнял. По словам соседа Михаила, Ольга спустилась уже после того, как мужчины встали на ноги. И началась словесная перепалка. В результате всех разбирательств семья вызвала скорую и полицию. Полиция позвонила, сказала, что они не приедут, потому что выборы. То есть во время выборов у нас можно делать что угодно. Могут делать, могут убивать. Побои сняли самостоятельно. В итоге сотрясение головного мозга и многочисленные ушибы. В таких случаях всегда нужно обращаться в органы полиции. Если органы полиции не реагируют на ваши сообщения, то тогда в первую очередь звонить рекомендую по единому номеру служб 112, поскольку каждый из ваших звонков в таком случае будет залогирован, и затем можно будет обращаться в соответствующие органы с требованием разобраться, почему, собственно, экипаж не приехал. По словам Ольги, до участкового они не дозвонились, а опорный пункт вообще закрыт. Многодетная семья написала заявление в прокуратуру за бездействие полиции. Мы находимся на том самом месте, где, по словам многодетного отца, на него неожиданно напал сосед из-за просьбы сделать музыку потише. И стал наносить удары по лицу. После он его повалил и даже несколько раз ударил головой о плитку. Во время съемок этого сюжета ход событий изменился. Нападавший сосед ситуацию прокомментировал совсем иначе. Звонок в дверь. Ну, смотрю в глазок. Сосед стоит. Думаю, ладно. Давний конфликт, тоже затяжной. Не хочу общаться, ни с кем ругаться. Второй звонок. Ну, думаю, опять же. А потом беспрерывный звонок такой. Дринь-дринь-дринь. Открываю дверь. Никого нету. А клавиша звонка заклеена скотчем. Опять звонок в дверь. Стоит сосед. Буквально фраза такая. Я немедленно выключу музыку. Ты мешаешь мне и моей семье. То есть такая категорическая фраза была сказана. Ну, естественно, я возразил. Ну, а потом вот кинулся на меня. По словам мужчины, это давний конфликт и продолжается он не первый год. Ему даже пришлось откладывать ремонт своей квартиры из-за постоянных просьб не шуметь. По словам Андрея, он никогда не жаловался на то, что сверху шумят или играют на пианино. Он человек неконфликтный и кроме этой семьи на него других жалоб не поступало. Да и закона о том, что слушать днем громко музыку нельзя, нет. Татьяна Лавренова, Екатерина Калининченко, Александр Каптур, Служба новостей город.